Что вам приходит на ум при слове Астрахань? Конечно, арбузы, да? Но с арбузов мы ничего готовить не будем, мы оставим их на десерт. А еще хочу вам сказать, что здесь, в этих степях, водится великолепная баранина, друзья. Вот они гуляют, родимые. Ну не пережимайте, мы не будем трогать бедных животных. Мы будем спасаться дальше. Видать? Видать, да. Хорошо видать. Прямо красавчик. Зимпарное мясо. Творца зовут Айгу. Айгуль. О, видишь, как приятно. Прикольно. Когда вы смотрите это видео, мы уже вернулись домой и занимаемся хозяйством. Но в данный момент, пока мы снимаем, мы находимся на базе в Астраханской области, на рыболовной базе. И вы знаете, мы очень любим, посещая разные регионы, приготовить что-либо, какое-то простое блюдо из местных продуктов. Из тех, которые в данном регионе самые лучшие. Вот Астраханская область, кроме арбузов, славится своей бараниной, славится своими овощами. Короче, у нас сегодня тушеная в пиве баранина с картошкой. Что, берем барашка, да? Баранину возьмем, да, верблюжатину. Это мы взяли абсолютно эксклюзив. Это сыну. Сыну нас просил Александр очень. Вот она как говядина, короче, верблюжатина. Будем пробовать, что это такое. Что-нибудь приготовим. Вот шейка, смотрите. Пойдет, да. Класс. Ну вот нам такой кусок и хватит. Ага, все. 581. Короче, мы искали верблюда для сына. Вот. И нашли вот в этом павильончике парное мясо. 86-й. Это рынок на Славянке, да, называется? Рынок на Славянке. Короче, тут, блин. Вообще, мы вообще первый раз. Очень даже нам понравилось, да, Саша? Эксклюзивчик. С самого начала нашей фермерской деятельности уже более пяти лет мы являемся клиентами и партнерами банка Тиньков. И вы знаете, как в повседневной жизни, так и в наших путешествиях мы практически не используем наличные. Например, вот в это астраханское путешествие мы как уехали со 100 наличными рублями, так с ними и вернулись. Ну и правильно, а зачем они нужны, ведь существует карта Тиньков Платину. В чем прелесть? Сами знаете, сегодня многим приходится экономить и искать выгоду даже в мелочах. И что дает нам эта карта? Выгодный кэшбэк и рассрочку в магазинах-партнерах банка вы получаете до 30% баллов, при этом 1 балл это 1 рубль. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей, беспроцентный период до 55 дней. И поскольку одна из миссий нашего канала весело, выгодно, полезно, сегодня Банк Тиньков предлагает для подписчиков моей перепела специальные приятности. Переходите по ссылке в описании, заказывайте карту Тиньков Платинум и получайте на выбор. Год бесплатного обслуживания. Кэшбэк 2000 рублей за покупки на сумму от 5000 рублей за первый месяц. Кэшбэк 5000 рублей за покупки на сумму от 10000 рублей за первый месяц. Еще раз 5000 рублей за 10000 за первый месяц. Нормально же? Никуда ехать не нужно, ни в каких очередях стоять не нужно. Просто выбирайте в описании нужный вам бонус, переходите по ссылке и оставляйте заявку. С вами свяжется менеджер Банка Тиньков и бесплатно привезет вам вашу карту в удобное время, в удобное место. Внимание, предложение ограничено. Вчера мы были в Астрахани и купили в очаровательной Айгюль на рынке Славянка. Айгюль, привет, прекрасные свежие баранины. Вообще, кто не знает, тут тушить можно любую часть у барана, если вдруг не сталкивались, да. Если, например, вы хотите шашлык, то это лучше либо задняя нога, либо ребра, да, корейка, ребра. Вот, порезали нам. Азамат, привет, Азамат нам порубил сразу, у нас нет топора. Смотрите, что у нас за ингредиенты. Мясо, где-то примерно чуть больше килограмма. Картофель, картофель. У нас тут походные условия, мне просто нравится очень вот на этом столике готовить. Итак, смотрите, мясо, я сказал, да, совсем немножко мы возьмем болгарского перца. Перца прям, Ира мне дала одну, но я прям половинку только положу. Половинку, картофель, картофель. Сколько его тут? Килограмм-полтора, наверное, ну чуть больше мяса. Нет, килограмм-килочник. И пара луковиц. Смотрите, сейчас мы плотно на дно, плотно на дно выкладываем мясо. Я пошла за пивом, я его забыла принести. Ничего страшного, сейчас сходишь. Мясо тут абы какими кусками, оно все от костей отстанет, будет хорошо. Вообще баранина, она всегда вкуснее с косточкой. Правда, Ира? Вот, положили мясо, как раз нам хватило. Дальше лук. Лук вообще вот как бы крупно полукольцами. Полукольцами. Он растает, то есть баранин когда будет тушиться. Вообще, насколько редко мы готовим на кухне, да, и все время мы готовим где-то на воздухе. Мне так нравится. На свежем воздухе любая еда приятнее, правда ведь и вкуснее. Значит, смотрите, лук мы порезали, сейчас мы мясо посолим, посолим. У нас потом будет еще картошка, поэтому мы потом, если что, добавим соли. Посолили. Лук положили. Лук положили, он весь там разойдется потом. Его вообще потом не будет, то есть баранина будет тушиться. Где-то часа два, наверное, да? Да, я это-то молодая, тут зависит от баранины. Мне кажется, вот эту, наверное, часа полтора надо, не больше. Конечно, чуть-чуть немножко пьячика, мы совсем его немножко придавим, чтобы он просто вот аромат дал. Не будем его умельчить. И вот так вот его набуровим, чтобы было вкусно. Дальше. Эту мы просто перчинку порежем. Вот этого будет достаточно. Думаешь? Мне кажется, надо их... Ну, а вот мы хотели сначала хашламу приготовить, но что-то нам вот не хочется кислоты добавлять. Ну, давай еще половинку. Да? Лишнего? Ну, мне кажется, лишнего. Ну, ладно, все. Совсем чуть-чуть, вот, второй я добавлю. Вот так вот. Пять, да? Это уже не будем. Короче, половинку нормального перца болгарского. Все. Тащи пиво. Пиво, оно тоже должно быть местное, безусловно, да? Как и вода. Открыли. Прежде чем добавлять, конечно, нужно попробовать. Нормально. Вот на эту штуку мы выльем полбутылки пива. Все. Она не должна его покрывать до конца. Накрываем крышкой. Накрываем крышкой. Здесь у нас на базе есть кухня. Кухня, да? Там есть газовая плитка. Просто мы на час, на полтора поставим. Вот. Ира сейчас отнесет, пока мы покажем картошку. Смотрите, картошку я порежу, покажи картошку. Просто пополам, потому что она должна быть крупная. Некоторые, может, на три части. Да, Ира? Не надо так мельчить. Я не мельчу ничего. Вот таким вот образом. Баранин, когда закипит, надо будет поменьше сделать газ, соответственно. И чтобы она так пыхтела там. Ну и все, собственно, ставим на газ. Ставим на газ. Картошку здесь будем добавлять потом. Поставили мясо на кухне. Тушиться на маленький огонь. Пошли на причал. Провожать солнышко. Посмотрели на закат. Наступил теплый, летний, астраханский вечер. Пока мы шлялись. Мясо, я думаю, уже приготовилось. Часа полтора прошло. Пойдем добавлять картошку. Пошли на кухню. Ну вот такая кухонька. Покажи, Ира. Тут, это самое, в общем-то, плитка есть. Раковина есть. Это не наша кухня, это кухня на рыболовной базе. Уже вечер. Смотрите, баранина дала сок. Все тут пыхтит, все уже мягкое. Теперь добавим картофель. Лаврушку положим. Я лаврушку уже положила. Положила буквально вот за секунду, за две минутки вот до тебя. Один листик тут достаточно. Один листик я его поломала немножко на маленькие такие вот. Поломала лаврушку туда и добавим воды. Для того, чтобы у нас такое было, в общем, жиденько. Вот сейчас надо будет немножко попробовать по воде. Сейчас на соль проверим только. Такое абсолютно простое блюдо, но это просто... Тут самое главное, местные продукты, понимаете, цикольный. А картофан какой вкусный здесь. Да вообще тут круто. Приезжайте, друзья, в Астраханскую область. Конечно, зеленушки бы еще, да, вот обычно баранина. Ну, в магазинах здесь в селе не продается. В Астрахани мы вчера купили, если честно, но она пока ехали по жаре, завяла вся, мы ее выкинули. Поэтому... А так вот, когда баранину тушишь, вот изначально весь этот компот готовишь... Газ добавить? Какой черный? Добавить можно туда петрушечки, именно петрушечки. Укроп не надо, ничего не надо, именно петрушка. Так, сейчас я делаю чуть побольше. Сейчас нам придется подождать, пока она закипит. Да, закрывай. В общем, все практически, да? Сейчас ждем, пока картошка сварится, и все готово. Ой, вкусно как. Ужин, в общем, делаем. Запах просто бомба, друзья. Оно, знаете, вот, во-первых, на свежем воздухе, во-вторых, вот, когда вы приезжаете в другой регион, другая вода и вот другие местные продукты, и вот даже мы дома все время готовим баранину, да, ну, достаточно часто, и все равно вот она пахнет по-другому. Вот ты как-то вот по-новому воспринимаешь все эти ароматы, именно потому, что это другой регион, да, другая вода, другой воздух и так далее. Короче, будет круто. Все готово. Как ты рассказала, это кобздец, как вкусно, да? Друзья, готовьте из локальных продуктов. На самом деле, вот, у нас тут романтик-романтик, мы сейчас вот прямо в кузове и кушать будем. Прямо из кастрюли, наверное, да, или тарелку принесем? Да, это будет так. Я не знаю, я сейчас люди глотаю, на самом деле проголодались. Хлеб, кстати, здесь тоже очень вкусный, местный. Просто покупайте. Ну, короче, идею вы поняли. Все, пока. Приятного аппетита. Как говорится, не благодарите. А мы продолжаем. Ой.